Светлана Тинькова Светлана Тинькова Светлана Тинькова Светлана Тинькова Светлана Тинькова Светлана Тинькова Спасибо за просмотр! Построенная сеть является универсальной и легко адаптируемой под различные требования в рамках образовательного процесса. Открытие зоны Wi-Fi вызвало только положительные эмоции у старшеклассников. Я думаю, что это вообще очень хорошо, потому что иногда, когда нет материала в книжке, его быстро можно найти через интернет, через телефон или флошет на перемене. Это очень удобно. Я согласна со своей подругой. Это очень удобно. Мы можем пользоваться Wi-Fi на перемене, на уроке, если срочно нужна какая-то информация. Да, конечно, Wi-Fi это очень удобно. И мы уже не первый год им пользуемся. Нам все очень нравится, и поэтому мы успеваем сделать уроки, например, или что-то доделать. Ну, это вообще очень хорошая идея, да? Помогает в учебе. Ну, и все. Ну, Wi-Fi это очень удобно. У меня у самого есть планшет, и на перемене можно найти какую-то дополнительную информацию по предмету. Поставили Wi-Fi в свободном доступе, наверное, как бы удобно взять, и можно в любой момент посмотреть нужную информацию. Wi-Fi это очень удобно. То есть непременно можно подготовиться к тому же самому уроку. Очень удобно то, что Wi-Fi в нашей школе появился. Можно посмотреть нужную информацию. В принципе, на перемене можно пообщаться, послушать музыку. Да, очень удобно стало. Да, то, что есть. Даже не книги таскаешь, а у телефона есть. Телефон есть, Wi-Fi есть, все. Удобно. Считай, готов к уроку. Не так давно подобные проекты стали развиваться в Москве и ряде других городов России. Приятно, что наш город не отстает от научно-технического прогресса и уверенно шагает в ногу со временем. Компания «Связист» — это дружный и сплоченный коллектив. Мы любим свою работу, умеем и любим путешествовать и отдыхать вместе с семьями. В октябре мы посетили жемчужину Нижегородского края, город Городец. Городец можно назвать городом классической провинции. Сегодня городец — очень ухоженный, живописный волжский провинциальный город. Небольшой исторический центр с купеческой застройкой на высоком берегу Волги. Круто спускающиеся к реке улочки, изящная резьба по дереву, протяженные земляные валы, напоминающие о древнем прошлом. Любопытные музейчики и народные художественные промыслы. Все это придает городцу неповторимый облик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин К радости наших абонентов компания «Связист» продолжает рекламную акцию. Напоминаем вам, что до 31 октября можно подключить интернет на скорости 25 Мбит в секунду и 60 каналов кабельного телевидения за 150 рублей в месяц. Также установить домашний телефон всего за 100 рублей. Подробности по телефону 7-77-11. Компания «Связист» объявляет фото-конкурс. Участнику необходимо опубликовать свои фотографии с любой символикой или логотипом компании «Связист» в конкурсный фотоальбом на нашей странице в социальных сетях ВКонтакте. Оцениваться будут не только внешние данные участников, но и оригинальность идеи. Победителем конкурса станет самое оригинальное фото с логотипом «Связист». Голосование будет проходить в нашей группе ВКонтакте. Голосовать будем вместе. Победители ждут ценные призы. Присылайте свои снимки и выигрывайте. Знакомьтесь, наши новые абоненты. В октябре с нашими клиентами встали. Следственное управление, Лукойл Энергосети, Театр Кукол, Музыкальная школа, Радиотехбанк, Райцен, Торгово-развлекательный центр «Восторг», Кстовский историко-крывеческий музей и целый ряд индивидуальных предпринимателей. На этом мы прощаемся с вами. С вами была Светлана Тинькова. Удачи вам и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин